Вопрос онкологической реабилитации сегодня стоит, можно сказать, особенно острый. Если в реабилитации неврологических, кардиологических пациентов мы с вами достаточно давно профессионально общаемся, разрабатываем различные технологии, и это вопрос только совершенствования форм и поиска новых методов, то в онкологической реабилитации все немножечко иначе, потому что мы с вами все прекрасно знаем, раньше у нас с вами была реабилитационная медицина или восстановительная медицина, или отдельные специальности, которые сейчас существуют, и специалисты, и дай всем Бог здоровья, которая просматривала возможность применения различных тех или иных методов у пациентов различных категорий. И не наша вина совсем, что мы не могли зайти в острую клинику в то время и в некоторых ситуациях и по сей день. И это связано не столько с некомпетентностью наших специалистов, это связано с тем, что сама острая клиника, профильная клиника, не готова принять этих специалистов на своей территории. Это обоюдоострый процесс, который связан с обязательным пониманием как специалистов-реабилитологов, так и специалистов профильных узких, в частности онкологов, тех задач, которые должны решать каждый из специалистов в этом направлении, и тех результатов, которые необходимо достигнуть. Развивая отдельные методы лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, нейропсихологии, появление нового направления и очень важного эрготерапии, которая в нашей стране только-только-только начинает жить, оно связано именно с развитием во все предыдущие периоды. Мы с вами накапливали опыт, из которого сегодня можем гораздо более уверенно, чем даже наши зарубежные коллеги, предлагать очень эффективные программы реабилитации, индивидуальной реабилитации пациентов. В этом случае нам нужно с вами четко сориентироваться, каким образом мы будем доказывать, что вот именно эти методы нам нужны, не услышали эту задачу для себя. И в первую очередь именно они начали вникать в процессы, как на своей территории кардиологических и неврологических отделений организовать медицинскую реабилитацию, ту, которая будет удовлетворять требованиям клинического процесса. И мы с вами столкнулись с ситуацией, когда очень многие работы, выполненные ранее, они выполнялись на другой совершенно территории, на территории санаторно-курортных организаций, на территории отделения восстановительного лечения, куда пациент попадал уже, завершив лечебно-диагностический процесс. И у нас с вами не оказалось доказательной базы тех работ, которые мы могли бы положить в основу документов нормативных, рассуждений о том, как организовать помощь по медицинской реабилитации. Приходилось все начинать фактически с нуля, накапливать опыт. Какие методы могут быть применены в отделении реанимации, могут ли вообще? Может ли туда зайти физиотерапия севосовременная и с чем? Может ли туда зайти лечебная физкультура и с чем? Как вас примут рефлексотерапевты, реаниматологи, а вообще логопед в реанимации? Это же был нонсенс, педагогический работник в реанимации. Сначала наши коллеги-реаниматологи просто открыто смеялись в лицо. Сегодня продвинутые реанимации, без логопеда с вами не будут разговаривать. А прошло всего 13 лет для отдельной профессиональной судьбы. Это много очень для развития отрасли, для направления глобального. Это ничтожный срок, то есть это космические скорости развития. И только потому, что мы с вами все исходно были очень и есть высокими профессионалами, знающими свой процесс и именно поэтому имеющими возможность быстро ориентироваться в пространстве. И именно в 2007 году было принято решение, что у нас именно те специалисты, которые были, должны прийти в клинические отделения. Это было прописано в порядке оказания помощи больным сосудистым заболеваниям. Больше ни в одном порядке ни один профильный специалист, ни онкологи, ни травматологи этого тогда не сделали. Это был как бы опыт для того, чтобы посмотреть, а что же из этого получится. Дальше эти все положения были внесены в программы Федерального фонда обязательного медицинского страхования и было потрачено около полутора лет для того, чтобы определить, а сколько может стоить эта помощь, как она изменит общий тариф на специализированную помощь, каким образом главному врачу вычленять работу невролога, реаниматолога и того же логопеда в реанимации, ведь всем нужно платить заработную плату, а какие технологии от них надо требовать, чтобы был результат. Это была очень интересная работа в начале, но как-то все сразу понимали, что это очень важно. И поэтому в 2013 году была образована профессиональная организация «Союз реабилитологов России», которая объединила абсолютно всех экономистов, логопедов, психологов, работников физической культуры, которые работают на территории медицинских организаций. Я уже не говорю про всех врачей, медицинских сестер, которые и ранее трудились на этой территории. То есть это очень и очень разноплановая профессиональная организация, которая находится в состоянии формирования и поиска оптимальных нормативных смысловых документов по оказанию помощи в области реабилитации. Естественно, прежде чем открывать Америку, нужно посмотреть, может быть, там в этой Америке кто-нибудь уже давно живет. И на самом деле мы с вами прекрасно знаем, и сами мы, и наши пациенты голосовали ногами и летали на реабилитацию в зарубежные клиники, к сожалению, и не к нам, хотя у нас 90-100-летний опыт оказания помощи этим пациентам, но не было доверия. Почему мне сложно сказать? В отдельных случаях оно было, а в основной своей массе нет. И было дано поручение изучить этот опыт. Чем он так хорош? Почему наши пациенты обращаются за реабилитационной помощью? Я уже молчу про онкологию в Израиль. Почему это не происходит на нашей территории? И целая группа специалистов выехала в различные страны, Соединенные Штаты Америки, Новозеландию, Австралию, Канаду, все-все-все страны мира, и Китай в том числе, они сюда приезжали, на конгрессы мы с вами стали ездить по физической реабилитационной медицине. И в 2015 году мы стали официальными членами Европейского профессионального союза, которые теперь делятся с нами нормативными документами, и нам не нужно изобретать Америку для того, чтобы выстроить все правильно. Наша самая главная задача – безболезненно, аккуратно перейти к оказанию той формы помощи, при которой мы не потеряем все наше богатство, которое у нас есть, но сформируем юридическую и финансовую платформу для того, чтобы подготовить кадры и продолжать разрабатывать новые интересные методики. В 2018 году были подведены итоги пилотного проекта, в котором 13 территорий Российской Федерации и более 56 клиник попробовали в рамках эксперимента при поддержке Федерального фонда обязательного медицинского страхования применение новой европейской, или, скажем так, всемирной, эта модель помощи существует везде, кроме России или стран отдельных постсоветского пространства, по понятным причинам, ровно по тем же, почему у нас такая ситуация сложилась. Оказалось, что это выгодно, выгодно и финансово, выгодно и по кадрам, и по технологиям, это приводит к более оптимальному использованию имеющихся ресурсов. И в соответствии с этим, с 2018 года началось обсуждение новой редакции порядка по медицинской реабилитации, которая предусматривает уже новую кадровую модель, новый формат организации помощи по медицинской реабилитации, которая позволит медицинской реабилитации занять свое достойное место во всех структурных подразделениях и этапах оказания помощи, которая позволит, в свою очередь, развить и поднять на должный уровень санаторно-курортное лечение. Это очень важно понять сейчас, потому что сейчас можно все в одну кучу слить, и нас из этого ведра просто выплеснут. Или мы с вами четко обозначим, кто, чем, когда, почему и за какие деньги занимается, и тогда мы с вами просто как сеть, как грибница будем существовать во всей клинической медицине, и главное, что от этого все будут испытывать исключительно удовольствие, и пациенты, и врачи. В чем особенность, которую мы с вами должны понять, которую у нас с вами раньше не было, именно из-за того, что мы с вами в другой юридической форме существовали, другие ставились задачи. Мы с вами должны оказывать помощь в связи с нарушением функций. Мы не должны дублировать задачи клинического специалиста, лечащего врача на территории специализированных отделений при оказании первичной медицинской, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Задача врача-онколога – описать поражение, описать зону его распространения, описать борьбу, механизмы борьбы с поражающим фактором, если это возможно, минимизировать повреждающие действия диагностических и лечебных факторов, которые будут прописаны пациенту в онкологии. Это особенно актуально, потому что методы лечения агрессивны, и они сами по себе наносят ущерб пациенту, исчерпывают его ресурс, который у него еще остался в борьбе с заболеванием. Пациенты совершенно в разной стадии заболевания приходят за помощью, обращаются за помощью. Что здесь должен сделать онкореабилитолог? Он должен оценить, а сколько ресурсов здоровья осталось у этого пациента на борьбу с заболеванием. Для того, чтобы помочь лечащему доктору выполнить все предназначения, это как минимум, и способствовать развитию этого здоровья в организме пациента. Это совершенно другой механизм оценки. Это другие диагностические тесты. В некоторых случаях на одних и тех же аппаратах, но с другими задачами. Это развитие сохранившихся функций, потому что восстановление может быть только на базе сохранившегося здоровья. На основе отсутствия функции ее восстановить невозможно. Восстановление пораженных функций в пределах сохранившихся. Восстановление гомеостаза на доступном уровне. Медицинская реабилитация – это комплекс медицинской, психологической и педагогической помощи. И здесь вопрос и очень важный кадровый. Медицинскую специализированную первичную высокотехнологичную помощь оказывают медики исключительно. А медицинскую помощь по медицинской реабилитации в большей степени оказывают специалисты с иным высшим образованием. Роль врача очень важна. Без нее невозможно, но в количестве затрачиваемого времени на пациента роль специалистов с иным высшим образованием намного выше. Какая помощь входит? Вы обратите внимание, что здесь не перечисление методов. В медицинскую реабилитацию входит медицинская помощь по физической реабилитационной медицине, помощь по профилю, помощь экологическая же сохраняется, медицинская помощь по физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуре, мануальной терапии, психологическая помощь, нейропсихологическая помощь, логопедическая, эрготерапевтическая, социальная, помощь по уходу, сестринская. Медицинская реабилитация это медицинно-функционирование. Вот этот самый принцип, серьезно отличающий нас от медицины лечебно-диагностической, очень важно понять. И когда лечащий доктор и доктор реабилитолог понимают эти две разницы, процесс начинает складываться очень позитивно, и все получается. Во-первых, если мы занимаемся функционированием, то мы должны с вами применить соответствующий инструмент, на который мы будем опираться, и наш диагноз не может основываться на международной классификации болезней. Мы обязательно должны иметь информацию о диагнозе по МКБ о пациенте, но наш диагноз – это классификатор нарушенных функций, это международная классификация функционирования. Реабилитационный диагноз, в отличие от диагноза по болезни, изменяется, и наша задача его изменять в процессе реабилитации, ставить те или иные цели, решая те или иные задачи. Он из большого, образно говоря, должен становиться меньше, а диагноз по МКБ один раз установлен, и он остается. Именно это мешает нам определить свою эффективность на любом этапе оказания медицинской помощи. Что бы мы ни предложили, какими бы специалистами, какие бы методы мы ни предложили, диагноз пациента останется прежним. И говорить об эффективности применения, например, психотерапии, любой человек может сказать, да, это эффективно, и ровно столько же сказать, нет, это неэффективно. И никакой доказательной базы в истории болезни нет. Именно на основании перечня нарушенных функций у нас с вами должна быть сформирована индивидуальная программа реабилитации. И она должна быть связана не с телом, а с личностью. Потому что функционирование это эффективная деятельность в окружающей среде индивидуума, а не просто машины. Поэтому здесь велика роль психолога и психотерапевта, в некоторых случаях психиатра. И перечень методов и состав команды реабилитационной будет зависеть от того, что мы у конкретного пациента найдем и какой объем мероприятий сочтем важным, необходимым для этого пациента, учитывая уже возможности реализации этой программы. Рабочий день специалиста, наличие этого специалиста, владение этим специалистом необходимой методикой. От этого же тоже будет зависеть состав мультидисциплинарной команды. Поэтому это всякий раз изменяющаяся команда, как сформулирован диагноз. И сколько раз вы проводили курсы лучевой или какой-то другой терапии, а какой результат? Человек себя обслуживает, человек вышел на работу и продолжает работать, и никто не знает, что у него онкологический процесс, а он проходит лечение, и ему удается совмещать, потому что это очень физически сложно для пациента. Соответствующий с этим, он должен получить рекомендации, и по 323-му закону он как минимум должен быть удовлетворен этой помощью. Это для нас с вами сложный очень вопрос, и мы должны иметь результат применения определенных технологий, которые нам позволят потом как раз написать те работы, на которые мы сами будем ссылаться, и считать это объективным доказательством, и по сути это таковым и должно являться. Какие кадры нам для этого нужны? Ну, мы очень долго и много раз обсуждали, что фактически ни одна страна в мире не имеет той базы, которую имеем мы по кадрам, но нам важно сейчас расширить их полномочия. Для чего? Это такая же ситуация, как с врачами. Большое количество специально важна. Если мы сегодня заканчиваем ординатуру, например, только по онкологии, то в последующем, для того, чтобы стать другим специалистом, например, реабилитологом, нужно идти еще в одну ординатуру, и никакого другого варианта не существует. Для того, чтобы через профессиональную переподготовку перейти в другую специальность, нужны специальные документы государственного характера, приказы постановления Минздрава Российской Федерации. Это очень непростая история. Именно поэтому подготовлены модели профессиональные, в которых переход из специальности в специальность или возможность работы в нескольких специальностях намного шире у человека. Человек, специалист, выбирает, к чему он больше сможет приложить усилий. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – это привлечение большого количества немедиков с высшим университетским образованием для оказания помощи по медицинской реабилитации. Мы поднимаем как требования, так и уровень возможностей специалистов на территории медицинских организаций. Специалист со средним образованием, он много может выполнить, но он все равно зависит от доктора, который назначает ту или иную процедуру. А назначать доктор эту процедуру может, конечно, каждый день, но этих докторов нужно невероятное количество. Никогда даже в самые лучшие времена Советского Союза нам не хватало наших специалистов – физиотерапевтов, врачей по лечебной физкультуре, массажистов и так далее, и так далее, и так далее. Огромная армия этих специалистов. Казалось бы, была и сейчас 36 тысяч в стране медицинских сестер по физиотерапии. Но я вот в наше отделение, я не могу найти сестры по физиотерапии. Их нет физически. Они работают в десяти местах одновременно, и эффект от этой работы, простите меня, какой будет? Никакого. Поэтому вот эти вопросы дефицита и сложности, они формировали как раз вот такой подход, тем более, что технологии, которые должны применять эти специалисты, все сложнее и сложнее год от года. Поэтому врач физической реабилитационной медицины в себя включает достаточно много компетенций. И во всем мире эти компетенции готовятся в течение минимум пяти лет, прежде чем начнется там аспирантура, докторантура и так далее. В некоторых странах еще больше. У нас в соответствии с вот этим большим объемом и четким пониманием и Минюст, и Минздрав, и Минобор, и другие заинтересованные ведомства все досконально изучали профессиональные стандарты, считали, обсуждали и сочли возможным в сегодняшних условиях нам дать три года для старта. Две страны в мире, которые учат этих врачей, три года. Это мы и бывший кусочек Югославии, Македонии. Больше никто. Даже страны Африки учат врачей по физической революционной медицине пять лет. Поэтому нам с вами в этом отношении еще предстоит очень серьезный путь для того, чтобы усовершенствовать процедуру подготовки специалистов, одновременно совершенствуя и условия их работы на территории медицинских организаций. Какие нововведения в связи с новой редакцией порядка, которые сформулированы уже даже не профессиональным сообществом, а Министерством здравоохранения Российской Федерации, которые стремятся к тому, чтобы достигнуть единообразия в нормативном регулировании всех видов медицинской деятельности на территории медицинских организаций? Первое – это обязательность получения лицензии на медицинскую реабилитацию. Этим самым мы исключаем развитие непрофессиональных услуг, наносящих ущерб здоровью граждан и экономике страны. В онкологии это особенно актуально. Кто только не колдует над бедным пациентом, который на все готов, лишь бы ему выйти из этого страшного состояния, это психологические особенности заболевания. Обязательность соблюдения норм порядка по медицинской реабилитации. Уважаемые коллеги, это не эксперимент. Эксперимент уже проводился, поэтому большая рекомендация выполнять эти нормы, тогда вы сможете творчески заниматься решением реабилитационных проблем. Обязательность использования клинических и методических рекомендаций. Даже в сегодняшней ситуации с COVID-19 для меня, ну, я уже давно перестала удивляться чему-либо, но тем не менее. Для кого профессиональное сообщество, надрываясь, пишет, изучает международный опыт, переводит, проводит лекции, заседания, конференции, приносит программу реабилитации пациента после коронавирусной пневмонии и хочется плакать. Что там написано? Поэтому в обязательном порядке мы с вами должны следить за тем, чтобы на местах тем штатным расписанием, которое прописано в порядке, на том оборудовании минимальном, которое прописано в порядке, при наличии лицензии, в первую очередь реализовывались те клинические и методические рекомендации, которые профессиональное сообщество сформировало. А профессиональному сообществу нужно научиться коллегиально вместе это все делать. Я вас уверяю, никаких противоречий ни у кого, ни в чем нет и не может быть. Требования к содержанию процесса медицинской реабилитации – это последовательность определенных обязательных действий с пациентом при оказании помощи по медицинской реабилитации. И это уже будет прописано в порядке. А значит, это должно быть в медицинской документации. А значит, это будет проверяться экспертами, приходящими от организаций, которые платят деньги за оказание медицинской помощи, в первую очередь представителями или экспертами Фонда обязательного медицинского страхования, которые во всех территориях абсолютно проводят экспертизу истории болезни. Так что же должно у нас с вами быть в этих историях болезни теперь? Диагностика с использованием международной классификации функционирования. У нас с вами из медицинских организаций в итоге должен обязательно выйти диагноз функциональный с кодами МКФ для того, чтобы медико-социальная экспертиза и Министерство труда и социальной защиты смогли правильно сориентироваться в необходимости своих действий в отношении этого пациента и определения мер социальной защиты. Формулирование реабилитационного диагноза, оценка реабилитационного потенциала, формирование целей и задач медицинской реабилитации, оценка факторов риска, формирование и реализация индивидуального плана медицинской реабилитации, важнейшее направление. Оценка эффективности, формулирование эпикриза в обязательном порядке от реабилитационной службы. Требования к содержанию – это использование шкалы реабилитационной маршрутизации для обеспечения направления пациента на медицинскую реабилитацию медицинской организации. При этом обращаю ваше внимание, что ШРМ не является диагностической клинической шкалой. Это организационно-финансовая шкала для маршрутизации пациента. Но в области онкологии может быть необходимо для начала, это мы проходили с травматологами, с кардиологами, поначалу все говорят, что наши нарушения жизнедеятельности не такие, как у других пациентов. Не спорим, пожалуйста, описываем ваши специфические нарушения жизнедеятельности, пытаемся их привести к общему знаменателю. Никаких проблем в этом нет. Мы учимся пользоваться этой риторикой и смыслом, которые идут за соответствующими определениями. И это важнейшая и большая работа, связанная с финансированием. Структура помощи по медицинской реабилитации, которая существует сегодня и в которую необходимо вписаться. В новом порядке будет четко прописано отделение ранней медицинской реабилитации, новая форма, ранее ее не было, которая состоит из мобильных, формируемых под задачи, решаемые или заявляемые от отделений, реанимации и профильных отделений на первом этапе во всех абсолютно группах медицинских организаций, начиная от первой группы, это ФАПы и небольшие поликлиники до национальных исследовательских медицинских центров. И функциональная группа пациентов, соответственно, должна различаться, которая будет попадать на реабилитацию в соответствующее отделение. Отделения медицинской реабилитации круглосуточного стационара для онкологических пациентов должны быть сформированы в соответствии с... и пациенты туда должны быть направлены в соответствии с требованиями по шкале реабилитационной маршрутизации. Повторюсь, что здесь при необходимости онкологи должны приложить свои усилия. Отделение медицинской реабилитации дневного стационара. Обращаю ваше внимание на ошибки, которые сегодня существуют, что реабилитацией занимается обычный дневной стационар. Нет ни в коем случае. В обычном дневном стационаре в помощь входят только медикаментозные услуги, измерение давления, в лучшем случае какой-нибудь один из методов диагностики, которые не смогли по той или иной причине сделать или его необходимо много раз повторять. Тариф на дневной стационар крайне низкий. Туда вписать мероприятие по медицинской реабилитации просто невозможно. И если люди готовы работать бесплатно, то, пожалуйста, вы можете использовать их труд волонтерский, нет никаких противопоказаний. Но на постоянной основе запихивать реабилитологов в мультидисциплинарные команды в обычный дневной стационар – это нарушение вообще всего, чего только можно нарушить. Реабилитационные... Инна, я прошу прощения, ради бога, извините, сколько у вас еще по времени, чтобы нам просто планировать следующего докладчика? Я прошу прощения. Ради бога, извините, пожалуйста. Ничего, ничего, ничего. Извините, пожалуйста. Мы должны в обязательном порядке организовать самостоятельное отделение, так же, как и амбулаторное отделение. Формы работы – это только мультидисциплинарное, потому что по каждому направлению должен работать специалист. Я думаю, что это сегодня не обсуждается. Новость для медицинской реабилитации в новом порядке – это четкое обозначение минимального времени, которое вы должны обеспечить в работе с пациентами. Это позволит планировать расходы и применение тех или иных технологий. Что позволит увеличить доступность помощи по медицинской реабилитации? Это отражено в порядке. Это использование телемедицинских технологий, формирование регистра пациентов, которым вы оказали помощь на том или ином этапе в территории. Единый образец медицинской документации, чтобы мы могли понимать, кто что сделал на различных этапах, даже может быть в различных субъектах это может быть, и включение медицинской реабилитации в единую интегрированную систему услуг по основным профилям оказания медицинской помощи в субъекте. Изменение форм федеральной статистической отчетности. Теперь мероприятия по медицинской реабилитации будут гораздо шире представлены в отчетах субъектов, которые они подают ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Это позволит также увеличить управляемость развития медицинской реабилитации. Вот это даже очень кратко. Те новости, которые сегодня к данному моменту существуют, в которыми мы с вами должны начать работать. И я буду очень признательна, если все мы с вами объединим наши усилия в этом направлении. Большое вам спасибо. Продолжение следует...